Сегодня у нас прямой эфир. Я надеюсь, что мы в полчаса уложимся, но мне требуется, чтобы вы полностью включились, была ваша включенность в процесс, чтобы вы давали мне обратную связь, и, соответственно, чем больше вы погрузитесь в процесс, тем лучше результат сами получите на выходе с прямого эфира, по окончании эфира. И сегодня мы с вами занимаемся метафорическими картами. Вот они у меня. Я, на самом деле, две колоды приготовила. Вы выбрали в сториз тему, где я предложила либо арт-терапии, либо метафорические карты. Вы выбрали метафорические карты. Давайте напишите мне, как меня слышно от изнички до пятерки, как меня видно. И мы с вами начнем. Наверное, прям вот хотелось бы по максимуму быстренько выдать, потому что информации, с одной стороны, много, с другой стороны, чего растягивать удовольствие, когда можно взять и быстренько все попеределать. У нас сегодня расклад метафорических карт. С одной стороны, вот я взяла колоду эмоций и чувства, и у нас как раз тема так и называется. Метафорические ассоциативные карты эмоции и чувства. С другой стороны, чтобы исследовать, нам нужны запросы. Чтобы исследовать, нужно понимать, что же мы хотим исследовать с помощью этих карт. И для этого я взяла целую колоду, которая прямо так называется психосоматика вопросов. Здесь огромное количество вопросов. Прям можно брать в раздел и использовать. Ага, вижу, видно меня и слышно на пятерку. Здорово. Психосоматика – это такая крутая штука, которая показывает, в которой все наши чувства, все наши эмоции показывает, отражает через тело. Поэтому, в общем, все это связано. Вот это вот моя колода психосоматика, моя колода эмоций. Напишите мне, пожалуйста, поставьте плюсики, кто уже работал с метафорическими картами, кто уже понимает, как с ними работать, как с ними общаться. И напишите, поставьте минус, кто не работал и нужно ли мне объяснять, что такое метафорические карты, как их трактовать. Потому что на самом деле метафорические карты – это карты для всех. Для этого не нужно никаких специальных знаний в том плане, что это не карты Таро, это не карты какие-то там гадальные, это не руны и прочее. А здесь идет работа именно психологическая. Нужно уметь задать правильный вопрос. И еще это вариант арт-терапии, когда нужно рисовать, когда мы берем готовые картинки, есть фотографические карты, и, соответственно, через готовые картинки мы работаем уже с вами. Напишите, поставьте плюсик, кто работал с метафорическими картами, поставьте минус, кто не работал, кто не знает, что это такое, надо ли объяснять мне. Дайте мне обратную связь. И сегодня мы поговорим… Ага, да, да, Татьяна, добрый вечер, знакомые лица, очень рада вас видеть. Присоединяйтесь, я сейчас с вами проведу такой вот расклад, и не один, потому что я заготовила прям серию вопросов. Кстати, их надо… Где моя шпаргалочка? У меня прям серия вопросов, поэтому, ну, как бы, я могу там один, два, три вопроса, но мне хотелось бы полностью исследовать какую-то вот одну, тема, одну область, да, и, соответственно, у меня там приготовлено пять вопросов, да, вижу минусы, вижу единичка. Единичка – это на что? Единичка меня слышно так, или вы знаете уже метафорические карты? Плюсик, если уже… Ну, Татьяна, я думаю, что вы знаете, да. Я не думаю, я знаю, что вы знаете, как работать с метафорическими картами, что это такое. Ну, давайте расскажу для тех, у кого минус, для тех, кто не знает. Метафорические карты – это готовые картинки, это вот, как я уже сказала, вид артерапии, когда мы с помощью их и с помощью определенных наводящих вопросов вытаскиваем то, что скрывает от нас подсознание, вытаскиваем то, что мы, в чем мы себе не признаемся, что мы не видим, вот в упор просто не замечаем, мы хотим знать, но не понимаем, да, это как раз-таки тема, это работа с осознанностью. Мы вскрываем, более того, мы деликатно обходим все вот эти блоки в нашей голове, все вот эти затыки, что нет, я не пойду, там больно, там страшно, какие-то психологические травмы, какие-то там, не знаю, неприятности, основанные на прошлом опыте, возможно, генетическом. И вот карта помогает это вскрыть. И здесь нету никакого гадания, когда вот пальцем ткнули, я вижу по этой картинке вот это, вот это, вот это. Нет, я здесь ничего не вижу, точнее, я вижу, но я вижу свое, и каждый человек видит в этих картах свое. У каждого своя история, у каждого свои ассоциации, как я на примере, да, вот эти, да, вот давайте возьмем один простой пример, одну карту. Вот вытащим здесь, что я вижу, и напишите, что вы видите, потому что то, что вы видите, и какие у вас чувства, они будут отличные от меня. Я, например, вижу делового человека, кто-то может увидеть предпринимателя, кто-то может увидеть бандита, кто-то может увидеть, я не знаю, там, судью или что-то еще, да, Вот первая посылка, первый импульс, вот мы читаем, мы учимся читать с метафорическими картами, что здесь упор на чувства и эмоции, которые мы, которые возникли в нас, глядя на эту карту. И не зря сегодняшняя тема называется «Чувства и эмоции». Например, напишите, пока я буду рассказывать, вы напишите, что вы видите, что вы чувствуете, глядя на эту карту. Я хочу, чтобы вы наглядно увидели разнообразие и индивидуальный подход в метафорических ассоциативных картах. На самом деле, что такое чувства, что такое эмоции, почему важно их понимать, почему важно их различать, потому что что это нам дает, да? Эмоции – это наш импульс, это посыл, это первичная вот метафорическая ассоциативная карта. Они как раз-таки опираются с одной стороны, вот первично вытаскивают импульс, который случился в нас, наша реакция, да, которая возникла в нашем мозгу и в нашем теле, глядя на эту картинку. С другой стороны, если мы начинаем анализировать уже с помощью наводящих вопросов, начинаем рассказывать историю про эту карту, про то, что мы увидели, эти истории прежде всего основаны, хотим мы не хотим, но психика так устроена. Вот эти ассоциации, они основаны на нашем жизненном опыте, на наших жизненных личных историях, на, возможно, там на каком-то, на каких-то прочитанных там книжках или что-то еще. Да, вот читаю ваши комментарии. Скрытый угрожающий человек, шпион, мужчина предостерегает от чего-то, судья. Видите, вот разные, получается, образы. И, соответственно, также мы любую карту поднимаем, и трактовка будет персонально ваша. И мы, если мы начинаем, я уже убрала эту карту, если мы начнем анализировать эту карту, да, от чего она предостерегает, или же от кого он судит, являетесь ли вы этой судьей. Вот, читаю, сначала увидел старика, а потом судья. Ассоциация, да, вы на этой карте или не вы? Вы являетесь наблюдателем. Потому что бывает, что так как мы рассказываем про жизнь, по сути, все, что изображено на этих метафорических картах, это про вашу личную жизнь. И здесь возникает вопрос, мы наблюдатель или мы внутри этой карты? Мы хотим погружаться в эту карту, в эту историю или нет? Если мы не хотим, то почему? Если мы хотим погрузиться, но мы не можем, то почему? И вот в этом случае вскрываются наши ограничивающие какие-то запреты, убеждения и прочее. И вот именно в этом случае очень важно осознавать, что это эмоции или чувства, что нас держит. Потому что если мы чувствуем опасение, что такое чувство, да, это чувство, что это небезопасно. Потому что само слово здесь тоже очень интересно, когда мы начинаем анализировать карты, анализировать слова, которые мы произносим, и анализируете те образы и те действительно чувства и мысли, которые мы подразумеваем под этими словами. Потому что вот если, например, мы возьмем слово радость, о чем она? Это вот первичная эмоция, это скорее восторг, это какой-то вот искрящийся, это бурный восторг, да, или там смех, или что-то еще. Вот что у вас, какие эмоции связаны со словом радость? Если же чувство радости, то это скорее более глубокое, более постоянное чувство. И если эмоции, они быстро возникли, импульсивно, как я уже сказала, они также быстро и рассосались, да, быстро прошли. Чувство же это более глубокая, более постоянная штука, которая вот она как накапливается, она ложится на наш жизненный опыт, ложится на наши убеждения, на наши программы, на наши какие-то внутренние ценности. И если, вот да, эмоции это реакция на происходящие ситуации, а чувства это реакция на то, что происходит в нашей жизни вообще, это более глобальное. И если эмоции мы не можем контролировать в большинстве своем, да, это вот как я уже сегодня прям повторяла, повторяла импульс, чувства можно не только контролировать, их можно скрывать. Но здесь очень важный вопрос, почему мы опять же про это рассказываем и почему важно осознавать, что я чувствую сейчас, осознавать, какие эмоции испытываю. Потому что очень часто вот эти импульсивные эмоции, они завязаны на наших ожиданиях, что я ожидаю, что меня там пообещали что-то сделать. И если мне не сделать, то меня это бесит, меня это раздражает, я начинаю там взрываться и начинаю что-то именно эмоционировать, да, вот такая фраза. Если же меня выполнили, что мне обещали, я такая довольная, как кошечка, все прям замечательно, все хорошо. И просто понимание, да, что если мы делаем, эмоционируем отрицательно, здесь вот с позиции именно хорошо или плохо, да, если мы эмоционируем отрицательно, то зачем нам это делать? Не проще ли как бы включить осознанность, ага, это я сейчас сработала, что во мне? Ожидание того, что мне прямо вот сейчас вот сделают люди, но они не обязаны мне ничем, даже если я пообещали. И опять же, если я вовлекусь в эти эмоции, если я вовлекусь в эти чувства, то я не смогу переключиться и найти план Б, как вариант. Ну, это вот прямо такая вот короткая предыстория, какая-то более, ну, поверхностная, да, и давайте мы это все на примере посмотрим. Досидите до конца эфира, я вам расскажу, как можно осознать, как можно проработать свои чувства более глубоко, более гармонизировать их, более легко и, в общем, да, более глубоко, то есть на уровне скопнуть себя глубоко, далеко с разных сторон, свои какие-то внутренние травмы душевные, избавиться от них. Потому что очень много чувств мы скрываем, наслаиваем друг на друга в процессе жизни, в процессе неприятных ситуаций, как я уже сказала, мы их скрываем, да, потому что люди не должны видеть, люди не должны знать, опять же, нам больно и прочее, прочее. Мы их просто даже от себя скрываем, потому что нам больно. Вот, когда я в конце эфира вам расскажу, как можно избавиться, как можно избавиться именно от негативных чувств, которые мы носим в себе, потому что это вот груз, это то, что я вот не зря про психосоматику говорила, про мои карты метафорические, да, которые показывают любое, любая непрожитая эмоция, любое непрожитое чувство, оно ложится в нас, в наше тело болячка закладывается. Именно поэтому очень важно осознавать, что мы чувствуем, что происходит с нашим телом, что нам хотелось бы, чтобы мы испытывали, и в чём причина, по сути. И это путь к здоровью, экологичный путь к здоровью. Итак, с чего мы начнём? С того, что прям вот расклад сегодняшней темы – это «Что я чувствую про свою жизнь?». Вот так вот он и звучит, что я чувствую про свою жизнь здесь и сейчас, потому что если мы сегодня чувствуем, через год наше чувство изменится, наше мнение. Причём наше мнение – это мнение в голове сидит, и оно как раз-таки связано с эмоциями. То есть мы что-то увидели, и вот тело среагировало, запустилось эмоция, потом мозг проанализировал, и параллельно чувство уже там, мы подпитали то или иное чувство. Вот такая вот цепочка в нашем теле происходит, в нашем организме. И самый первый вопрос, он звучит так – «Насколько я удовлетворена своей жизнью?». Я сейчас достаю три карты. Одна из этих карт будет подсказкой для вас и ответом на вот этот вопрос – «Насколько я удовлетворена своей жизнью?». Прямо закройте глаза, сделайте глубокий вдох, и я достаю три карты. Я при вас спонтанно вытаскиваю карты. Это у нас прям экспромт. Вот эти вот три карты. Какая-то из этих карт будет карта подсказкой на ваш ответ, то есть «Насколько я удовлетворена своей жизнью?». Выберите, какую из этих карт, что это будет являться, какой карта, ответом. Я начинаю скрывать. Первое, да, вот у нас карта так, видно, не видно, свет надо выключить. Давайте я попробую свет выключить. Да, свет я выключила. Я думаю, что вам сейчас все это хорошо видно. Вы можете сделать скрин экрана, если это была ваша карта, и потом просто после эфира проанализировать еще раз. Здесь возникает вопрос, да, «Насколько я удовлетворена своей жизнью?». Ваши первые чувства, ваши первые эмоции, ваши первые мысли, которые возникают, глядя на эту карту, и ощущения, да, нет. И глядя на эту карту, задайте себе вопрос, «Насколько гармонична картинка от единички до 10 баллов?». Вот этот вот числовой подход, да, он очень позволяет проанализировать, понять, где что не так, где можно что-то подкрутить, где нельзя. И напишите ваш ответ, что вы увидели, если это ваша карта, да, напишите ваш ответ. Следующая, вторая карта, вот я ее скрываю, насколько я удовлетворена своей жизнью. Те, кто выбрал вторую карту, вот так, резкость есть, резкость вроде бы есть, да. Можете сделать скрин этой карты. О чем эта карта? Какие чувства она вызывает в вас, когда вы глядите на нее? Что происходит на этой картинке? Какая история? Какая ситуация разворачивается? Вы себе даете описание, причем лучше всего, конечно, описывать вслух, потому что, когда мы говорим вслух, у нас мозг не отвлекается, и мозг не ищет каких-то там, я не знаю, чего-то лишнего. Фокус идет именно на свои чувства, фокус именно на соединение с собой. Вот это вторая карта. И третья карта, что у нас сегодня, да, насколько я удовлетворена своей жизнью, вот видите, да, тоже посмотрите. И здесь возникает опять вопрос от нуля, от единички до десятки. Насколько я удовлетворена, насколько эта картинка, вот она отвечает вот этому вопросу. Да, читаю ваши комментарии. Дружба, сотрудничество, 7 баллов, но вполне себе хорошо. Но здесь, смотрите, не десятка. Нормально. Такая дружеская карта, братская и теплая. Вот и кто выбрал вторую, кто выбрал третью карту? Напишите, что у вас и что у вас по баллам. Почему? Потому что, если у нас баллов не десятка, а десятка, это, конечно, это супер-пупер... С одной стороны, вот, кстати, такой вопрос, такой момент. Если десятка, то это вот прям здорово, замечательно, хорошо, а удовлетворена, да? Если я удовлетворена на десятку, то у меня всё хорошо, всё замечательно, это круто. С одной стороны, с другой стороны, стоит на себя посмотреть, может быть, я слишком малого хочу от жизни, может быть, я слишком низко летаю, и имеет смысл расширить горизонт. Вот посмотрите на эту карту, на свою жизнь с этой позиции. Вторая карта у нас... Второй запрос у нас звучит так. Насколько я нахожусь в согласии со своим прошлым и его ошибками? То есть, насколько я нахожусь в согласии со своим прошлым и его ошибками? Здесь очень важный момент, что мы многое можем не принимать, мы многое можем не применять в своём прошлом, мы можем не принимать в настоящем, потому что вот когда-то мы что-то сделали не так, и вот корим себя. это тянется читаю меня пятерка по первой карте я надеюсь что эфир сохранится татьяна значит что у нас какой вопрос тоже закрываем глаза делаем глубокий вдох и почувствуйте на ответы сердце импульсы сердца насколько я нахожусь согласие со своим прошлым и его ошибками можно перефразировать насколько я принимаю свое прошлое ошибки и я также достаю три карты и не вот эти три карты будут ответом на ваши вопросы 1 2 3 карта выбирайте прям вот из сердца ответ к какой карте вам вас потянуло что вам захотелось я начинаю скрывать насколько я нахожусь согласие со своим прошлым и его ошибками со своими ошибками смотрим на эту карту вот к сожалению если я чуть подальше резкость получше да можно делать скрин экрана если поближе то резкость вот не фокусируется не знаю почему а если вот так да вот так фокусируется здесь смотрите тоже какое какие первые чувства насколько я нахожусь согласие своим прошлым и ошибками какой импульс какой посыл идет от этой карты вот и вот в привязке с этим вопросом то что вы увидели да что происходит на этой карте если вы на этой карте или вы в роли кого на этой карте если вы есть но если не вы то кто на этой карте расположен и как вот эти люди которые ну с кем вот ассоциируются эти люди как они какое отношение имеет к вашей жизни и почему они на этой карте вот прям берете и отвечайте это была первая карта вторая карта тоже очень интересно насколько я нахожусь согласие со своим прошлым его ошибками то есть здесь рассматриваем позиции до что принимаем не принимаем на вот опять насколько баллов насколько вы видите эта картинка она гармоничная или негармоничная если гармоничная то кажется все здорово все хорошо вопрос тогда ну принципе вот достаточно просто вот ответ да можно поисследовать что если я там допустим даже семерка тоже пятерка да насколько я в согласии а что тогда почему не десятка что не устраивает что я не приемлю и вот эти вот момент они которые будут скрываться в ответах они вам покажут где вы сливаете энергию они покажут куда вам стоит посмотреть и проработать либо забыть простите либо просто признать а мы вы просто может сможете скрыть что-то что вы просто забыли следующая третья карта как раз на этот вопрос это вот эта карта о чем она для вас те кто выбрал троечку напишите нас вот насколько я нахожусь согласие со своим прошлым и его ошибками потому что смотрите здесь тема такая вот что ошибки о чем это ошибки это значит что-то сделал я неправильно значит я вопрос что я сделал неправильно и второй вопрос вынесла ли я урок из этого и третий вопрос приняла ли я то что получилось приняла ли я и в будущем как бы вот извлекла до урока и а как я буду поступать как я поступаю сейчас в аналогичных ситуациях читаю гармоничная вторая картинка пора вырваться из-под опеки хорошо и семерочка пора вырваться из-под опеки если есть понимание от чьей опеки и но тоже следующие вопросы как вы можете это сделать это вот прям на тем сейчас раз делаю такие вот расклады мини расклады в прямом эфире то есть вы можете проанализировать для того что что я могу сделать чтобы выйти из-под опеки можно вытащить с одной стороны карту метафорическом можно другой страны посмотреть подумать вот что я сделаю да и такой чисто коучинговый вопрос а следующий вопрос следующий вопрос мы тоже закрываем глаза делаем глубокий вдох не задаю себя вот следующее что меня радует моей жизни что меня радует моей жизни я также три карты достаю здесь просто смотрите у каждой карты вообще у каждой ситуации есть две медали до наш мир дуален есть хороший плохой и вопрос какой страны посмотреть на эту карту и в любом хорошем есть плохое в любом плохом есть хорошие опять же даже если как вспоминаем да что у меня всех вы все хорошо я нас это доволен своей жизни на все 10 процентов баллов на все сто процентов и о чем это что в этом плохого так как либо я мелко низко летаю либо же я сижу в болоте меня все устраивает и я не не как бы не вышел либо же я чего-то не вижу опять же вот три карты да какой у нас вопрос был что меня радует моей жизни я открываю первую карту и первая карта говорит нам о том что а вот о чем она говорит это уже ваши ответы посмотрите и пас не просто посмотрите а как то что вы увидели связано с вашей жизнью как то что вы увидели связано с хорошим в вашей жизни что вам дает энергию что вам дает хорошие чувства какие-то включает вас эмоции да какие-то вот ситуации здесь если просто обратите внимание если мы понимаем что какие чуваки какие ситуации дают нам добро а где мы сливаем энергию то не может имеет смысл создавать больше позитивных таких ситуаций и соответственно не лезть не провоцировать те ситуации где я буду нервничать где я буду эмоционировать где я буду плохо плохо себя чувствовать и вторая к вторая карта из этого запроса что меня радует в моей жизни вот эта карта очень интересная напишите вот кто выбрал вторую карту напишите мне ваш ответ да мне очень хочется посмотреть вашу версию узнать что вы видите да потому что она такая многоликая карта и у так как у нас упор в карте на хорошие что в этом хорошего вы увидели как это соотносится с вами лично как это соотносится с вашей жизнью возможно вы хотите какие-то вот но у вас есть личные ожидания к личные мечты какие-то вы это видите и там не за мечты да и вы это видите стремитесь к этому и это вас радует ваша мечта вдохновляет вас и третья карта что меня радует в моей жизни тоже очень интересная карта кто написал кто выбрал эту карту напишите пожалуйста вашу ваши ответы по поводу этой карты без что меня радует моей жизни да что хорошего в ней о чем эта карта что вот что хорошего в этой карте являетесь ли если вы на этой карте да если вы то кто вот на этой карте если вы есть или почему вы в такой позиции почему вы в таком в такой роли да что дает вам эта роль читаю ваши комментарии увлечения развлечения немного уход из реальности скрытие подмазкой части жизни ага это вот относительно какой вот на относительно 1 или 2 карты напишите и здесь опять же что меня радует да насколько я рада этой жизни опять же по баллам вот прям сегодня у нас такой больная бобальный эфир 10 балльный эфир если он у вас насколько баллов вас это жизнь ваша радует и почему настолько именно настолько баллов следующий запрос который мы сейчас просмотрим а что мне не нравится здесь уже акцент на отрицательное две карты но вот я так подумал да вот про это актерство вот это вот проект когда карта теперь у нас следующий вопрос следующий запрос что мне не нравится в этой жизни и поэтому закрывайте опять глаза делайте глубокий вдох и прям задавайте себе можно вслух это даже еще лучше что мне не нравится что мне не устраивает а все три вопроса на 7 кстати по тогда поисследуйте почему именно на 7 это с одной стороны может быть вот вы действительно семерку чувствуете а с другой стороны может быть у вас какая-то упорядоченность стремление что-то структурировать своей жизни и стремление что-то вот ну что для вас означает цифра 7 вообще начнем с этого что для вас означает цифра 7 и так возвращаемся до что мне не нравится в моей жизни я вытаскиваю карты чувствую что в половину часа я не уложусь но зато у нас большой расклад зато кто хочет тот проделает и про себя много много чего узнает и получит три карта секрет с ногами вот смотрите 1 2 3 что меня не устраивает в моей жизни первая карта показательная о чем она что она вам показывает что есть в вашей жизни такого что прям вам не нравится что к вам относится опять же вы наблюдатель вы участник вы если вы участник то кто вы на этом празднике жизни карта у нас про праздник жизни судя по всему а вижу на 3 это одна троечку вы вот прям знаете вот если жизнь радует на троечку то есть к чему стремиться есть чем в работу с чем работать да и вот что мне не нравится моей жизни вот эта карта она показывает то что сейчас лежит прям вот на поверхности что вас больше всего не устраивает либо вот на поверхности больше всего но не устраивает либо то что скрыто и вот фонит вам и мешает и вот вторая карта я достаю очень интересно прям вот подборка подборка на этот вопрос тогда карта тоже можете сделать скрин экрана что вас не устраивает в вашей жизни что не нравится и насколько баллов какой-то конкретный момент который вот либо фонит либо лежит на поверхности и третья карта это вот что меня не устраивает о слушайте ну прям эта карта для меня про большой брат следит за тобой и вот это вот сейчас наши цифровизации учет всего и вся и прочее вакцинации это вот лично для меня она реально для меня проблема сильно напрягает ситуация которая происходит в мире в частности в нашей стране на не сильно напрягает вот я увидела вот это вы увидите что-то свое какая ситуация да вы являетесь наблюдателем вы наблюдаетесь участником с какой стороны да вот если участник то с какой стороны о чем эта карта для вас какие мысли какие эмоции какие чувства она вызывает если у вас конкретное чувство например чувство чувство вины вызывает эта карта так или чувство раздражения хорошо тогда идем дальше какие ситуации в вашей жизни вызывают вас раздражение может быть какие-то конкретные люди может быть у вас ассоциация вот этих людей с конкретными лицами из вашей жизни вот таким образом отвечаете на вопросы вы получаете целый раз рассказ про себя и еще один вопрос который я хотела бы вам рассказать который хотел бы вернее вам задать карту мини такой расклад сделать это насколько я влияю на то что происходит в моей жизни так вот читаю прям в точку вторая карта партнеру комфортнее не напрягаться и плыть по течению но вот видите а здесь возникает вопрос вы партнер или ваш партнер это первый вопрос второй вопрос а почему вы так считаете что партнеру комфортнее не напрягаться может быть вы создали такую ситуацию может быть в это ваши мысли ваши ожидания что такое партнеру комфортнее читаю тени прокрастинации бесит правда на 80 процентов вторая карта но вот видите 8 процентов 80 процентов то есть восьмерка карты вправду говорят все про вас вопроса лень и прокрастинации бесит ага но вот здесь возникает вопрос ли нету такого чувства лени лень это да и прокрастинация это мы уходим от чего-то от каких-то конкретных действий вопрос почему это мы либо боимся получить результат либо мы боимся выйти из зоны комфорта либо мы боимся что нас не оценят нам окружающие не поддержит осудит и так далее то есть почему в чем лень в чем состоит ваша прокрастинация в чем состоит ваша лень почему вы решили ну как бы позволили лени победить вас да почему вы решили что так удобнее то есть ищите скрытые выгоды скрытые мотивы в этой линии и последний вопрос насколько я влияю на то что происходит в моей жизни здесь насколько я хозяин моей жизни насколько я чувствую себя хозяином жизни это важный момент насколько я чувствую себя хозяином своей жизни сейчас и также три ответа ну да три карта три ответа выбирайте какая из этих карт будет вашей будет вашим ответом и мы скрываем скрываем карту первые мысли первые вот поближе поближе резкость то принципе нормально первые мысли чувства эмоции насколько эта карта про вас насколько эта карта насколько баллов эта карта про вас тоже о чем какие эти ситуации да насколько я влияю на то что происходит в моей жизни возможно вы увидите какие-то лица которые ассоциируются ну не ассоциируются которые вы в них увидите своих знакомых друзей родственников и вы увидите конкретных людей и вот тогда задать себе вопрос насколько я влияю в этих отношениях на наши отношения насколько я здесь манипулирую да или же наоборот ведома в этих отношениях почему именно эти люди всплыли на этой картинке и чем они важны для меня то есть не просто тогда может быть какие-то общие ситуации конкретные но при этом общее что например там в детском пионерлагере вот фраза всплыла до детский пионерлагерь о чем это ну и начинаешь копаться вот я например начинаю копаться своей жизнью у меня детский пионерлагерь был один раз в жизни да и почему влияла ли я что там было такого что я была хозяином или наоборот не хозяином и там сразу рядом ситуация всплывает где я была где я была не ну как беспомощная да вот общий посыл из оттуда и почему что я не могла проявить почему и что я хотела бы чтобы как оно было по-другому то есть такие чувства эмоции и тогда возникает вопрос как вот эти чувства и эмоции проявляются реализуются в моей жизни сейчас насколько ситуация повторяется что вот я там чувствую себя беспомощной либо же я вынесла урок то есть вот вот такой расклад читаю я влияю на детей по-хорошему дарю тепло вот отлично ну и опять же насколько баллов просто вот видите у кого у какой у меня у меня вот игру такая вот карта вызвала не такой не некоторый негатив да и чувство что что-то где-то там было в той ситуации надо надо посмотреть надо поковыряться 2 3 карта скрываем вторая карта вот она тоже про детей я может не про детей я может быть вообще про состояние какое чувство вы видите являетесь ли вы его до глядя на этой карте на эту карту мне кстати пришло тоже чувство вины и здесь возникает вопрос чье это чувство вины относительно чего в какой ситуации да и кто я на этой карте и так же задаем себе вопрос отвечаем ну и как же так же все вышеперечислено да что какие чувства вызывает на вы и как это соотносится с моей жизнью на сколько процентов я влияю на свою жизнь то здесь с позиции насколько я хозяин своей жизни в одной с одной страны с другой стороны смогут всплыть и какие-то ситуации в которых вы либо прям лидер лидер либо наоборот где-то что-то не дотягиваете посмотрите что вам показала эта карта вижу на 100 баллов да ну на 10 баллов на 100 процентов отлично его третья карта кто выбрал третью карту на вопрос насколько я влияю на свою жизнь на на то что происходит в моей жизни о чем эта карта есть ли вы на этой карте какие у вас ассоциации возможно какие-то ситуации всплывают глядя на эту карту нас насколько баллов вы влияет на сколько баллов эта картинка гармонична нет ли там подвоха и опять же наблюдатель вы или участник или кто кто все эти люди кто все эти люди на картинке и как они какое отношение не имеет к моей к вашей жизни посмотрите внимательно и прям вот поисследуйте и получается что вы когда проделать весь вот этот вот расклад можете пересмотреть заново надеюсь запись эфира будет пересмотрите прямо у вас такая картинка получится на то что здесь и сейчас в вашей жизни происходит вы поймете да на что сделать упор увидите прям четкую картинку где у вас там хорошо а где вот стоит подтянуть не зря я вам про баллы говорила и возникает вопрос да с чего начать чтобы там с какой отрасли с какой сферы с какой ситуации с какими отношениями стоит начать чтобы что-то изменить своей жизни потому что как мы уже говорили да насколько я удовлетворена своей жизни там семерка восьмерка десятка что стоит лучше потому что не бывает идеального и всегда есть что-то что можно подкрутить и что стоит лучше с чего стоит начать и что я могу сделать той или иной ситуации но на самом деле вот как вот завершение эфира я бы хотела вам предложить глубже исследовать себя научиться больше лучше понимать себя научиться в скрыл признавать свои чувства признавать свои эмоции и для этого есть самые разные практики и я подобрала арт-терапевтические практики рисовальные практики скажу 45 практик 4 по моему до 4 практики 4 арт-терапевтические практики одна практика с помощью метафорических карт как вот вы сегодня видели на здесь смотрите какой момент и хотел бы вас пригласить пригласить чтобы вы поработали с собой на бесплатно марафон который уже начнется со следующей недели называется арт-терапии чувств отвлекаясь возвращаясь на ваши комментарии третья карта пытаясь себя радовать и тянуть остальных на 80 процентов есть очень интересный момент очень интересная фраза пытаясь себя радовать и тянуть остальных пытаюсь значит не очень-то и получается что не получается в какой сфере да и что не удается это одно а второй вопрос это что тянуть остальных вы поймите что на сильно мил не будешь и причинять добро тоже как-то вот не очень полезная штука получается поэтому вот посмотрите я не не зря в начале эфира говорил да что какие картинки нам всплывают на метафорических картах и какие образы за теми словами которые мы говорим стоят именно образ пытаясь себя радовать пытаясь тянуть остальных они не тянутся может быть у них свои варианты радости может быть у них свое понимание счастья поэтому и опять же может быть имеет смысл оставить оставить их в покое а сфокусируется на себе вот приходите на марафон арт-терапии чувств где вы узнаете себя что же именно вам нужно что же чтобы быть вот счастливы да что же именно вам приносит счастье какие чувства вы испытываете в тот или иной а в той или иной ситуации с 1 февраля хотел сказать 1 апреля с 1 февраля две недели арт-терапии у нас получается четыре практики арт-терапии то есть время есть два раза в неделю получается вы рисуете я даю вам обратную связь прямых эфирах по вашим работам то есть не просто вот прессовали потом ответили на вопросы нет я даю обратную связь каждому по вашим работам в отдельном аккаунте инстаграма и соответственно вы исследуйте из чего же состоит ваша жизнь сейчас что же вам мешает быть счастливы сейчас потому что очень много прошлого мы из года в год и ситуации в ситуации из урока в урок до жизненный урок я имею ввиду тянем с собой и урок опять не пройдет и мы опять испытываем одни и те же чувства вы прям спираль 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 и все это идет ничего не меняется арт-терапия позволяет избавиться от того что мы накопили в себе и арт-терапия позволяет избавиться того что мы сейчас держим себе то есть вот скрыться освободиться прочувствовать и понять себя марафон арт-терапии чувств кто видел да по кстати поставьте пожалуйста семерки кто видел всем семерки сегодня у нас цифры 7 прям прям цифры 7 поставьте семерки кто видел анонс кто уже я знаю вижу да и среди участниц тоже записался кто уже будет кто не видел мана вчера я выложила в инстаграме пост ну то есть предыдущий пост получается там розовый на розовом фоне дама такая я рисую под ним условия участия на самом деле оно простое вы пишете пишите хочу на марафон делайте репостом stories или у себя в аккаунте чтобы расшарить да я заинтересована чтобы как можно больше людей пришло потому что интереснее работать группы интереснее работать вот наблюдать эту групповую динамику потому что как правило показывают что люди приходят с одними и теми же вопросами с одними и теми же задачами и проблемами скрывается да вот в одном котле варимся и вот мы на групповой динамике делаем рывок в на другой уровень жизни по тому или по той или иной проблематике и соответственно призывает приглашаете двух подруг я надеюсь что настоящих подруг никаких там кого-то там написали да и соответственно я даю вам доступ в закрытый аккаунт с 1 февраля две недели то есть получается что мы там 4 занятия то есть 8 прямых эфиров на самом деле я сильно подозреваю как показывает мой опыт что я сделаю там дополнительный эфир там еще что-то объяснил там еще и там еще там еще то есть дает дополнительный материал но программа вот состоит из этого и соответственно я хотела бы чтобы вы пришли приняли активное участие и уже с выходом дали мне вот качественно обратную связь что вы вынесли ну что прежде всего нужно вам да вот читаю приду обязательно спасибо вы правы есть проблема что давлю на окружающих навязывая свою точку зрения и семерка в дне рождения еще присутствует но вот видите семерка это сегодня цифры этого эфира кстати посмотрите семерка очень интересная цифра по нумерологии и мне на кстати нравится с одной страны с другой страны она символизирует так в определенных кризисах и если не ошибаюсь внутренних кризисах да вот в общем жду вас на на марафоне арт-терапии чувств оставляйте заявку под предыдущим постом все все что хотел сказать я спасибо благодарю вас за то что вы пришли за то что поучаствовали в эфире напишите на самом деле вот прямо я сейчас выложу этот эфир я надеюсь что он сохранится выложу его в инстаграм напишите что вы вынесли из нашего сегодняшнего из нашей сегодняшней беседы напишите вот обратную связь какие-то возможно осознание да какие-то про себя посылы и что вы будете с чем вы будете работать и может быть я вам чего-то подскажу до зависимости от того что вы напишите я дам вам обратную связь спасибо что были на этом я заканчиваю жду вас на марафоне арт-терапии чувств все подробности в под картинкой под видео с розовой дамы с дамой на розовом спасибо пока пока